МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итого, в республике 305 случаев заражения COVID-19. 14 человек выздоровели, 5 летальных исходов. Несмотря на некоторую схожесть симптомов, у РВИ и COVID-19 генетически разные. Вирус гриппа развивается быстро и заявляет о себе через 2-3 дня после заражения. А коронавирусу требуется до 14 дней. Что может быть подозрительным? Первое – это повышение температуры 37,5 градусов и выше. Второе – это один из следующих симптомов. Насморк, боль в горле, мышечные боли. Но одним из более-менее специфичных признаков является нарушение обоняния, то есть нарушение ощущения запахов. При наличии этих симптомов, то есть, повторяюсь, температуры, и одного из этих симптомов или других подозрительных, необычных для вас, конечно, необходимо вызвать врача-анатом. Выделение вируса до месяца может быть. Поэтому у нас в Сонарх при подтвержденных случаях коронавирусной инфекции пациент выписывается после только двукратного отрицательного анализа на эту вирусную инфекцию. Дети без присмотра – самая уязвимая часть населения. С того момента, как школьников вынужденно отправили на дистанционное обучение и лишили прогулок, заметно возросло количество бытовых детских травм. Степа, покажи. А где у тебя тирекс? Сделай тебе тирекс. Покажи. Вот он тирекс. А черепашка-ниндзя где у тебя? Покажи. А ты любишь играть с черепашкой-ниндзя? Да. Маленький Степа играет и уже не помнит про свою больную руку. Пару дней назад он прищемил палец в дверном проеме. Теперь со своей мамой Еленой лежит в стационаре детской больницы. Нас привезли в республиканскую больницу, где тут же оказали нам первую помощь. Сразу же назначил врач лечения, который мы сейчас проходим здесь в стационаре. В целом, если говорить об условиях, хотелось бы сказать, что действительно здесь очень замечательно. Квалифицированные хорошие врачи, медсестры, внимательный персонал. Здесь мы раньше не были в первый раз. Надеюсь, что, как говорится, в первый и в последний раз пройдем лечение. Испешно у нас выпишут благополучно с сыном. Таких, как Степа, в отделении травматологии и ортопедии 15 человек. Все они жертвы домашних травм. В последнее время такие диагнозы приходится ставить все чаще и чаще. Это связано с тем, что дети сейчас находятся на самоизоляции, дома учатся и получают травмы больше дома. Прищемляют пальцы, ударяются головой, падают с сеновалов, это дети из районов. Получают травмы при работе с строительным инструментом и так далее. Дети – это такой контингент, которые хотят веселиться, бегать, поэтому они получают травму в быту сейчас. Им тоже скучно. Им тоже нужно куда-то девать свою энергию. Травмы у детей не тяжелые, но требуют внимания и стационарного лечения. Частая причина несчастных случаев – недосмотр взрослых. Если все же травма произошла, незамедлительно вызывайте скорую помощь или обратитесь в травмпункт. В ближайшие дни погода наладится, а значит всплывет еще одна проблема – открытые окна. Поэтому пока есть время позаботясь об установке специальных фиксирующих устройств. По статистике, от несчастных случаев умирают больше детей, чем от инфекций. Рецепт один – не оставлять детей без присмотра. Юлия Важенина, Республика. Выпавший снег немного придержал весенние полевые работы. Напомню, на посев аграрии республики в этом году вышли гораздо раньше. Например, в Красноармейском районе тракторы запустили в поля 4 апреля. Современный трактор может выходить на посев без предварительной обработки почвы по системе «Ноутил». Поэтому здесь сразу приступают к севу. Почва не обрабатывается, а ее поверхность укрывается измельченными остатками растений. Здесь просто в прошлом году была кукуруза. Оставили высокие стебли кукурузы после уборки, поэтому пришлось задисковать. А так он седет напрямую по стерне без обработки. И тем самым экономится и влага, и горючее, и все такое. Все семена прошли проверку. По данным Россельхозцентра, 97% проверенных семян Красноармейского района пригодны для посева. Это 2212 тонн. Зерно купили полностью. Из них, значит, тоже отрадно, почти на 5000 гектаров посеют, купили хозяйственные элитные семена. Это очень здорово. Наверное, надо отметить, только в этом году закупили технику. 4 сединиц по району, да? 4 сединиц по району закупили. Это значит на сумму 16 миллионов рублей. Это очень тоже здорово. Видите, на полях все новые техники работают. 25 апреля – День чувашского языка. К этой дате Национальная библиотека объявила акцию «Люблю чувашский». Разумеется, дистанционную. Стихотворение или прозу на чувашском языке нужно записать на видео и выложить в любую социальную сеть с хэштегом «Люблю чувашский» или отправить на электронную почту библиотеки. Это может быть стихотворение любимого поэта или собственное сочинение. Если не помните наизусть произведение или дома не оказалось нужной книги, можно обратиться к электронной библиотеке. Для удобства мы подготовили электронную коллекцию стихов. Их можно найти на сайте Национальной библиотеки. Это и детские стихи, стихотворения о родине и посвященные чувашскому языку. При размещении видеоролика нужно указать автора и название произведения. Для того, чтобы получить электронный сертификат участника акции, необходимо также указать личные данные, фамилию, имя и чем занимаетесь. Призываем всех присоединиться к нашей акции «Читать на родном языке, любить родной язык». Это главные новости к этому часу. До встречи.